Добрый день, друзья! В этом выпуске я подготовил 20 разнообразных вопросов по медицине, от совсем простых до достаточно сложных. Начнем! Какую группу крови имеет универсальный донор? Универсальными донорами считаются лица, имеющие первую группу крови. Однако, в современных условиях донор и реципиент должны иметь одинаковую группу крови и одинаковый резус-фактор. Сделать исключение можно только в случае острой необходимости. Какой орган поражается при болезни Альцгеймера? В первую очередь, при болезни Альцгеймера поражаются медиальные отделы височной доли головного мозга. Сколько молочных зубов у человека в норме? Молочные зубы – это комплект из 20 временных зубов. Они отличаются от постоянных меньшим числом и значительно меньшими размерами. Какое из этих заболеваний является инфекционным? Из представленного списка только гонорея является инфекционным заболеванием, так как вызываются бактерии. Какой нерв отсутствует в организме человека? Первые три нерва реально существуют и присутствуют в организме человека, а вот собирающего нерва не существует. На каком языке выписывают медицинские рецепты? Согласно правилам, медицинские рецепты выписывают на латинском языке, который понятен врачам и фармацевтам в любой точке мира. Сколько ребер у взрослого человека? У взрослого человека 12 пар ребер, то есть 24 ребра. От кого люди заражаются орнитозом? Орнитоз является острым инфекционным заболеванием. Его возбудитель проникает в организм человека преимущественно через дыхательные пути при контакте с птицами. Какой пульс считается нормальным для человека в покое? Для здорового взрослого человека эта норма составляет от 60 до 80 ударов в минуту. Что из этого является лекарственным препаратом? Из представленного списка лекарственным препаратом является только виброцил. Какая кислота находится у нас в желудке? В желудке человека находится соляная кислота, которая играет важную роль в процессе пищеварения, а также оказывает бактерицидное действие на микробов, поступающих в желудок с пищей. Какую железу поражает болезнь хошемота? Болезнь хошемота – это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы. К какому типу ткани относится кровь? Кровь относится к подвижной соединительной ткани внутренней среды организма. Она состоит из плазмы, извешенных в ней форменных элементов. Где в человеческом теле располагается мениск? Мениск – это хрящевое образование, которое располагается в колебном суставе. Он выполняет роль амортизатора, а также стабилизирует сам сустав. Для диагностики какой болезни делают пробу Монту. Реакция Монту – это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция. Из скольких костей состоит человеческий череп? Череп человека сформирован двадцатью тремя костями. Какая из вен впадает в правое предсердие? У человека в правое предсердие впадают верхнее и нижнее полые вены. Что из этого является витамином В2? Правильный ответ – рибофлавин. Он является одним из наиболее важных водорастворимых витаминов. Какой орган поражается при лямблиозе? Лямблиоз вызывают простейшие паразиты – лямблии, которые поражают тонкий кишечник. В каком отделе позвоночника находится аксис? Аксис – это второй шейный позвонок у наземных позвоночных животных. Теперь давайте подведем итог. Большое спасибо всем, кто делится выпусками с друзьями и оставляет комментарии. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить еще много интересного. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!